Хорошо, я сама из Задавирума, если вы знаете такой город Кохтлоярви, вот я на самом деле оттуда, но живу тоже в Таллине уже давно. Айсминог! Айсминог, да, я просто считаю, что я похожа на Айсминог. Тих, флолик возвращается. Тих, флолик? Тих, флолик? Тих, флолик, четвёртый сезон. В смысле, четвёртый сезон? Вы даже первый не смотрели, вы нам спойлерите, ужас. Да, потому что я не сумела правильно устроить коммуникацию так, чтобы информация про предыдущие сезоны до вас дошла. Поэтому да. Есть ли у вас какие-то, определённые, может быть, вопросы, которые бы вы хотели обсудить, или я что-нибудь себе начну рассказывать, и мы тогда просто с вами поболтаем. Кто такой Тих, флолик? Кто такой Тих, флолик? Сейчас нолик из фиксиков. Ты совершенно прав. Когда-то... Сколько вам лет? Хорошо, давайте так. Дождите, дождите. Кому от 7 до 9 лет? Кому от 10 до 12? О, бой. Все от 10 до 12? Да. Прикольно. Не все. А кто нет? А, этих мы не считаем. Вот это оскорбление, конечно. На второй год, да, останется? Я думаю, да. Ну, смотри, сидят в углу, как обычно. О! Мартан, сколько тебе лет? 11. Окей, ладно, подходишь. Давай, иди садись. Смотрите, когда-то, лет 5 назад, на самом деле, нет, да, лет 5 назад, одна из моих подруг, знаете, такой канал ЭТВ Плюс? Да. Вот. Вот. Моя подруга Дарья Сар когда-то его организовала, когда он только-только начинался. Вы помните жизнь, когда его не было? Нет, конечно, я помню, как ты в домом хватит. Я даже не знаю, что это за канал. Да, мой сын тоже считает, что он это все помнит. Так вот, когда она его начинала, она была там главным редактором. Это главный редактор, и так называется, тот человек, который организует всю работу канала. То есть там, например, ЭТВ, или там какой-нибудь там ЭТВ, что там у нас еще есть? Смотри. Ну, ЭТВ Аблис. Как? Смотри. ТНТ. Ну, да. Короче, вот там всегда есть главный редактор. Там не директор, там главный редактор. Тот, который решает, кто, когда, какие передачи вообще вы будете смотреть. Так вот, она была там главным редактором. И это было в самом начале, когда еще этого Плюс не существовало. То есть оно только-только его создавало. И вот это первая история, что я вам хотела рассказать, насколько важно иногда, или насколько прикольно иногда помогать своим друзьям. Я в то время работала в министерстве, занималась какими-то большими проектами. Министерство магии. Давай без спойлеров, окей? Что? И она позвала меня, чтобы я помогла ей привезти ребят. Я туда жила в Идавирума, то есть из Коклоярве. Помогла, чтобы могла туда привезти русскоязычных ребят. Потому что, конечно же, ЭТВ Плюс это первый русскоязычный канал вообще на эстонском телевидении. Убери, пожалуйста, что там у тебя. Вот эту балалайку, да, убирай. Я очень, у меня не аллергия, когда мои дети, или когда другие дети в него играются, когда я разговариваю. Вот. И тогда мы приехали целым автобусом. Я привезла ребят русскоязычных, чтобы они рассказали, что бы они хотели на русскоязычном канале видеть. Что бы они там смотрели в телевизоре. Да, были люди, которые хотели футбол. Вот, да, ну да, все понимают. Ага, все мы знаем, кто смотрит киноконг и всякую такую ерунду, где... И келозик! И келозик! Конечно. Окей, это мы потом поговорим. А что вы там за сериалы смотрите, мультфильмы? Саша и Таня. Так, друзья, вернулись? Очень странно. Алло! Саша и Таня. Вернулись. Так вот. И она... В то время моему сыну была... Получается, он был младше вас. Ему было 9 лет. И я сама по профессии физик. То есть я очень люблю механизмы, очень люблю... Я когда-то строила котельные, большие котельные, солнечные батареи и так далее. Это то, чем я занималась. И я смотрела на своего сына, который тоже вроде как очень... Он очень любил лего, он очень там занимался тоже робототехникой, любил всякие такие лагеря, как вот вы сейчас. Но я смотрела, как он пользуется телефоном. И для меня, это для меня, как человека, понимающий физики, это была большая проблема. Потому что вы берете свой телефон, я даже сейчас возьму его, чтобы... И на самом деле, что вы там имеете? Насколько вы понимаете? Например, можете ли вы сказать, где в вашем телефоне, вот в любом, находится процессор? И вообще, что такое процессор? Где? Не знаю, как компьютер, но не телефон. Где находится процессор? Под экраном. Под экраном, а где? Процессор, какой величины процессор, как вы думаете? Ну, примерно вот такой вот. Процессор, он... И вы думаете, такой процессор у вас стоит в мобильном телефоне? Нет. Так. Какой размер процессора, как вы думаете, в телефоне? Вот такой? Буквально вот такой. Мне очень понравилось. Да. Он буквально вот такой. На самом деле, процессор находится где-то здесь. в зависимости от модели но он чуть пониже находится то есть и вот этот аккумулятор как работает камера как работают динамики как их чистить как их переинсталлировать как их но сейчас в айфонах например это сложно а когда были андроиды мы все их перепрошивали кто знает такое слово вот это компьютер компьютер он не то что там разобрать можно там материнская плата и компьютеры можно разобрать можно все увидите можно все почисти сама разобрала собирала компьютеры чистила и я вижу что вы где ты А вы когда-нибудь нажимали Alt F4? Ой-ой-ой. Че такое Alt F4? Веселая вещь. Нажми, только не на своем компьютере. А что это? Да неважно. Это просто включает компьютер. База компьютера включает. Да, конечно, там дилит что-то такое. Там все дилит. Утроль, дилит включает компьютер. И в итоге получается... Это ты можешь погуглить. И в итоге получается, убери пожалуйста телефон. Убери пожалуйста телефон. Убери пожалуйста телефон. Спасибо. То есть получается, смотрите, вы превращаетесь в супер юзеров. Лузеров? Я сказала супер юзеров, но если ты услышал по-другому... Это проблема самооценки. Это да. То есть вы будете пользоваться телефоном на уровне того, что вы знаете, как на какую кнопку нажать. Но вы не знаете, что происходит внутри. Вот как бабушка. Сегодня кто пользуется искусственным интеллектом? Всяким программам. Я пишу с помощью него работ. Я играю с искусственным интеллектом. Кто какими еще пользуется? Google ассистент. Google ассистент. Это еще не AI. Барт, у нас еще в Эстонии его нельзя использовать. Они не открыли его для нас. У Google будет свой. Козма. Козма. Это такая игрушка. Искусственный интеллект. Она че видит, можешь с ней говорить. Это просто чат-бот. Алиса? Это еще чат-бот. Алиса? А? Алиса? Алиса? Нет, так это трогать реально. Алиса, это тоже не искусственный интеллект. Он просто ездит. Сирии они скоро подключат к нему, но пока что еще нет. Древний. Так вот, смотрите. Получается, что... Насколько вы понимаете, как во внутри работает искусственный интеллект? Все очень плохо. И это то, что я считаю, очень опасно. То есть получается, что если вы не понимаете, как работают какие-то механизмы... Ладно, я не говорю о том, что вы не можете его починить. Но вы не заметите, когда, например, какая-то электроника будет вами манипулировать. Или вы будете свято верить в то, что происходит там у вас в машине, в вашей телефоне. Вы пользуетесь, например, добавленной реальностью или искусственным интеллектом, и вы не понимаете, почему он дает те или иные ответы. То есть получается, что... Это как твич. Если он попросит шутку про мужчину, он сделает. А если шутку про женщину, нет. Вот это, конечно. Знаю, потому что он не хочет... Это как твич. То есть получается, смотрите, в итоге это то, что я называю супер-юзеры. То есть вы умеете пользоваться, но вы совсем не догоняете, что там во внутри. Ты хочешь что-то сказать? Да, но проблема скорее в том... Ребята, тихо! Алло! Ваш коллега выступает. Все, все равно. Нет, просто проблема в том, что все эти супер-инновации, они подключены к сети, к интернету и так далее. Что к сети и к интернету сейчас подключено почти все. Все. Абсолютно все. Ну, давайте как бы... Подключено какие-то... Даже оружие какое-то подключено. Даже эта стена? Нет, как бы я имею в виду все компьютеры, оружие. То есть все. Пистолет, панкельчинка... Я имею в виду ядерное оружие и так далее. Ты же когда... Как ты? Ты просто... Ядерки есть пульт порой. Пульт, да. Ядерки есть пульт. Дайте мне уже пульт от ядера. В том числе, видите, вы даже не знаете, да, что самое критическое оружие, конечно же, стратегические вещи, они выведены отдельно, чтобы, конечно, их нельзя было хакнуть. И кто-то, кто бы включил то, что в фильмах показывают, а я хакнул НАСА и включил, нажал ядерную кнопку и так далее. Нет, такое в реальной жизни не всегда может произойти. То есть, видите, это то, что я, смотрев на своего сына, когда ему было 9 лет, значит, это было 6 лет назад, я поняла, что я вижу, что это проблема. Так вот, мы возвращаемся к этому плюс. И я тогда придумала, что... То есть, смотря вообще на детей, я подумала, что это было бы классно, если бы появилась на телевидении передача, которая бы объясняла, как работает сегодняшняя технология. И объясняла бы то, что, в принципе, та же технология, которая сегодня на шаттлах НАСА, она у вас в компьютерах. То есть, вы обладаете вашей машиной, которая у вас работает, машиной, в смысле, я называю все машинами, и мобильные телефоны, и компьютеры, и посудомоечные машины, потому что они сейчас, с точки зрения физики... Стермами и машины. Они все, с точки зрения физики, машины, да? Даже машина-машина? Жигинь! Вот это откровение сегодняшнего дня! Так вот... А я понимаю, почему на компьютере на руле играет в КС. Да, красивый. Вот, видите, получается, что, если вы не знаете, что внутри там происходит, то становится очень... Можно играть, очень опасно. И плюс становится для вас... Не происходит. Не может. Заносит. Не надо заносить. Многие... Эй! В итоге я придумала телепередачу. И показываю вам, да... Четвертый сезон. Надеюсь, он сейчас закрустит. Четвертый сезон. Ой... Привет, Алекс. Мне нужно звонить. Привет, Алекс. Привет, Алекс. Я не хочу тебя звонить. Алекс, привет. У меня очень большая... У меня компьютер, игра, устанавливается, и еще видео... Привет, меня зовут Витя. И это мой блог Технолог. Здесь я расскажу о самых интересных и новых вещах, произведенных в Эстонии. Чтобы разбираться в чем-то, надо поставить крутую видеокарту. А также улучшаю вещи, которые лежат у меня дома. Ну, ну почему-то не работаешь. Придется опять Алексу звонить. Да, и то есть, смотрите, я хотела сегодня с вами показать про... Я думала вам показать, знаете ли вы такой проект, который делается здесь в Эстонии, Solaright. Это такие автобусы без водителей? Чуть-чуть нет. Нет, это машина на солнечной тяге. Тяге? Бархатные тяги! Не бархатные, солнечные. И бархатные! Кто понимает, что это знает? Бархатные тяги на солнечной батарее! Правильно, да. Это машина, которая ездит на солнечной батарее. Солнечный двигатель. То есть... Не двигатель, а топливо. Поэтому она называется на солнечной тяге. Это по-русски, да, такое... Я тоже... Это очень смешное тяге. Солнечные тяги? Да. Я хочу себе такая бар. Я тоже хочу себе солнечные тяги. Я хочу себе такая бар. Солнечные тяги. Вы именно подписаны, а вы не солнечные тяги. А сколько у вас подписчика? Мало. Поэтому я на вас подпишу из этих нолих. Слушайте, я сейчас покажу. Сейчас сделаем вас известной. Мы сейчас на вас подпишем. Я хочу себе сделать очень подпишу. Можно я подпишу? Подождите, подождите. Ты еще не видел, когда ты подписываешься. Может быть тебе не понравится. А, нет. Привет, меня зовут Витя. И это мой блог-технологик о самых новых и интересных вещах, сделанных в Эстонии. А также лучшая вещь, которая лежит у меня дома. Сегодня у меня самая лучшая идея, которая у меня вообще не ходила в голову. Я буду улучшать свою машинку. Но сначала я хочу ее протестить. Я уберу аккумулятор, все подключаю. Что ты спросил? Он из Эстонии. Кто? Технологик? Да. Это мой сын. Я так и думала. Но он только в одном сезоне. Потому что мы снимали во время ковида. Я на вас подписалась. И чтобы использовать каких-то других детей, нужно было делать ребенку каждый день тест. Всех нужно было прививать. И мы решили, что это очень сложно. И мы, короче... Я своего сына заставила. Он очень не хотел. Заставила? А вот это уже другой разговор. У нас уже 166 подписчиков. А ему не стыдно или стыдно? Вышел от всего. Смотри, время операции. Алицетно было сниматься, что не стыдно? А вот. Тяжело. Это были 12-13 часовые рабочие дни. Все его каникулы ушли на то, чтобы он снимался. То есть во время школы я же не могла его забрать. Серьез аккумулятор отдыха. Серьез аккумулятор отдыха. Серьез аккумулятор отдыха. В следующий раз я у него спрошу. Нет, это мой друг. Который меня позвала проще. Эй, привет, Литя. Привет, Алекс. Мне нужна твоя помощь. Я хочу сделать крутую машинку, но она не совсем не работает. А что ты хочешь сделать? Я же сказала, что я хочу сделать крутую машинку. Как? Например, хочу поставить более мощный аккумулятор. Ага, ну я тоже люблю скорость, быстрые машины, мотоциклы, трассы. Тюнинг. Вы страшные люди. Ну да. Ну, сейчас я расскажу, с чего все начиналось. Человек во все времена хотел ездить быстрее и состязаться. А когда не было машин, как же они соревновались? Ну, на лошадях, конечно. Это же тоже вид транспорта. Самые популярные гонки, как лесница, были в древней Греции состязательными. По кругу отдыха гонки специально подводят воображение моторов. Танки состязательные гонки, там они самостоятельно. А все повыщает. Ребята, для того, чтобы пояснить, что происходит, идея вся в том, что, мне кажется, почему вы сегодня здесь, чтобы понять, как, например, работает энергетика или какие-то химические законы. Так же и в передаче я думала, как ребятам объяснить, как что работает. Например, вы знаете, кто такой Оттянак? Да, я же человек. Хотим. К чем он известен в Эстонии? Именем. В ралли гонках участвовал. Господи, спасибо тебе большое. Правильно. У нас на самом деле в Эстонии живет Оттянак. Это наш эстонский раллийный гонщик, который два раза победил весь мир. Поэтому один из этапов международного чемпионата по ралли проходит у нас в Эстонии. Именно потому что Оттянак сделал Эстонию жутко знаменитой. Он в тот момент ездил, ну, мы сейчас увидим, на каких машинах. Сегодня, спойлер, он уже работает с Фордом. То есть теперь эстонский гонщик. То есть он на Хьюзгварне катался, по-моему. Хьюзгварне? Слава тебе, Господи, он не катался. Ты посмотри внимательно, что это за машины. Так вот, смотрите, это Red Grave, как вы знали. Это самый крутой, не знаю, как сказать по-русски, наверное, цех, где обслуживаются очень много чемпионов по ралли. То есть не только Оттянак, это как бы его команда здесь. Но так как Оттянак, его машина не нуждается в постоянном-постоянном ремонте и апгрейде, то, конечно, Red Grave предоставляет свои услуги еще и другим чемпионам. И это есть у нас здесь в Эстонии. Это 15 километров от Таллина. Вот такие крутые чемпионы сейчас? Пчелы? Пчелы? Пчелы. Они, конечно, велики. Вау, какая. Они ремонтируют старые гоночные машины. Вот это Юсь, и он нам все расскажет. Здравствуйте, Юсь. Доброго дня. Здравствуйте. Расскажите нам, где мы сейчас? А, это был как-то. Это все гоночные машины, которые... ТР-5 на таких машинах участвуют на мировые гонки, и европейские гонки, и на местные гонки. Это не такая машина, как у Итанака. У Итанака версия машина, но это чуть-чуть послабее. Это машина версия 2. Какая у нее скорость? 190 километров в час. Я заметил, что эта машина немного выше, чем некоторые другие машины. Почему? Смотрите, вот эти люди... Зимнюю и нагровинную дорогу надо... Которые хорошо понимают технологию не просто о том, как нажать кнопочки и ехать в самодвижущей машине, а в том, как ее... То есть они берут простую машину, которую можно купить. Они, в принципе, практически всю разбирают, потому что они полностью меняют подвеску, дифференциалы. То есть это не так, что... Только этот как... Даже эту бибику там... Бибика им, к сожалению, не нужна. Но я думаю, что... То есть они, да, они меняют очень-очень много, потому что у всех этих машин есть особое правило. Она должна быть очень легкая, должна быть очень манерная, должна быть жесткая. Потому что они едут по Граве. Если вы видите, как Танак ездит, он... Сейчас они, например, ездили в Кении, у них был этап чемпионата. И в Кении сложность трассы в том, что там постоянно по дороге ходят жирафы, всякие там тигры, львы, брюклища. Их сбить нельзя? Их сбить нельзя. И получишь большие штрафы. И на самом деле на скорости больше 200 км в час они просто, ну, во-первых, будут в смятку. И животные, и сама машина, и, конечно, они будут дисквалифицированы с гонки. Поэтому, конечно, нет, никто ни в кого не врезается. В итоге тормоза, представляете, вся система. То есть когда машина несется с больше 200-200 км в час, ей нужно резко затормозить. Представляете, как должна работать вся система. Если вы резко с родителями едете на машине, быстро, ей надо резко затормозить. Как вы себя чувствуете? С нами. Да, и вся машина двигается таким образом. То есть им нужно было все ресторы, все-все-все держать так, чтобы она могла резко остановиться и так же резко начать дальше двигаться. Да? То есть это они все сами придумывают. Там работает где-то примерно 12 человек в этом цехе. И они все это сами делают. Они много получают? Я думаю, да. Больше тысячи. Да, полиции. Намного больше. Тысячи. Тысячи. Это средняя зарплата. Средняя зарплата в стране 1790. Но этот люк на крыше из-за этого, чтобы воздух попадал внутри машины. Здесь ты. У нас нет. Нельзя ехать на этой машине. Сколько твоя фига может идти, а ты столько ты получаешь. То есть вот эти вот трубы, вот этот каркас, из-за этого нельзя ездить по дороге. Видите, и на параллельные машины, это такая мелким образом, что на них действительно нельзя. Если вы видели, что параллельные машины, кастомирами, перевозят в трейлеры, почему? Им запрещено ездить по дороге. Потому что у них намного меньше систем безопасности. У них нету плаксона, что ты так называешь. У них нету некоторых поворотников, но этого не нужно. Это все убирается для того, чтобы облегчить машину. У меня есть маленькая электронная машина, как мне и у вас. То есть ее может быть на машине очень много мощностей, если у тебя зацепа не хватает и ездить сами на работе, для того, чтобы облегчить. Я бы сперва установил, то есть они ездят несколько раз по трассе и регулировал на целый баланс этой машины, чтобы он поворачивал на поворотах хорошо и чтобы со стороной подвески, возможно, было бы до сих пор. Конечно, можно. Я работала на инфейс. Видео монтировали тоже мои хорошие друзья, которые работают с видеоматчиком. Пойдешь тогда кататься на раненой машине, и я пойду на работу. И видите, в доме машинах у них нет, какие-то фактики. Я с ним, а они очень познакомились. Вот и вот Алексей. А монтируем. А я просто Ярослав. Он просто сидит, он просто шли на меня. Я же сказала, что мой мужик был в машине, кто бы ему не разрешил. Ааа, когда было 13, я бы не разрешила ему на этих машинах ездить. Он взял меня, я снялась. Я же сказала, его зовут Алексей, кто снимал меня? Привет, спросите, что я бы сказала, я бы не пролезла, там так интересно. Витя, мы тебя уже задались. И нам есть много, что тебе показать. Да. Спасибо, Леша и Вика, что вы меня подождали. В чем ваша кара? А еще смотрите, как вы думаете, эта студия, как вам она выглядит? Прекрасно. Эту студию мы сделали в одном из кабинетов, где я работаю. Мы притащили из моего дома полку, притащили кучу всяких вещей, велик, который вы там видите, это мой велик. То есть так вот делается кино, то есть это все, видите, снимают всякие мои друзья, ну, которым, конечно же, я платила деньги, потому что мы тоже писали проекты, искали спонсоров. Долгое видео больше не пропускают. Что? Долгое видео больше не пропускают. Потому что я не могу придумать о чем. Как только я придумываю о чем, как только у меня появятся новые технологики, которые бы хотели о чем-то, тогда я обязательно это сделаю. Попросите комментарии. А про телефон у вас уже есть? Позвольте идею для роликов. Вот видите, смотри, вы говорите все очень правильно, но я же, честно, вы видели, сколько было подписчиков, да, столько времени валяется. 166. Это очень мало, вы же знаете. А сделайте, а сделайте видео тогда про эту, про микроавтобус, который здесь в ТТО ездит. Да, у меня есть это видео уже. Есть? Конечно, есть, да. А про телефон? И про телефон, наверное, нет. Видите, подписчиков очень мало. Если я там скажу, дайте идеи, то я думаю, что никто мне толком ничего не ответит, потому что там особо никто не смотрит. Ну да, ты прав. Я не попробовала. Ты совершенно прав. Я слышал про этот канал, дед. Ну, это классно. Давайте быстренько сейчас посмотрим. Здесь буквально 2-3 минуты. Компания занимается. Мы строим машину на солнечных батареях с нуля. У нас два мотора в Джаде. По сути, они являются колесом. Мы собираемся участвовать в соревнованиях в Австралии. Австралия довольно-таки солнечная страна. И там вполне логично использовать подобные машины. Это ребята, которые работают, студенты. На самом деле, это никак не инженеры. Они студенты. И они работают все вместе для того, чтобы вместе построить эту машину. Я вижу. Они хотят большую или на пульте? Нет, она по-настоящему большая, куда садится 4 человека и можно ехать. Они ее построили. Она стояла 2 недели назад в Т1 в Большом Центре. Всем пока. То есть она была совсем новая. То есть они вот эту новую, которую сейчас на картинках, они ее построили. Они построили сейчас? Нет. Сначала они построили такую, которая только одна. И первое, что они сделают, они скоро поедут в Австралию на большие соревнования. Так как в Австралии не очень такая холмистая. И там все хорошо видно. И там много солнца постоянно. В итоге они, там огромный международный чемпионат. Он был немножко, пропустили пару лет из-за ковида. Теперь он возобновился. И они сумели построить новый, более первый прототип их, первая машина. Они поехали в Монако на соревнования. В Монако? Там тоже жарко. Но, сразу вам скажу спойлер, первая их машина разбилась. Практически сломалась. Потому что в Монако оказалось... Ой, прошу прощения, не в Монако. Что я говорю? В Марокко. Я, видимо, хочу в Монако. Да? В Монако? Я тоже хочу в Монако. Да, Марокко — это одна из самых северных африканских стран. Это совершенно правильно. Потому что слишком холодно? Нет. Они сказали, что дороги в Марокко, где проходила сама трасса, не такие уж гладенькие и замечательные. И, конечно же, понимаете, они тренировали или пробовали свою машину на наших эстонских хороших трассах. И когда они поехали в Марокко, где были колдобины, то машина, которую они построили, рессоры, то есть сама конструкция, не выдержала. И они на первой же гонке, они... Уберите, льфа. Они... Машина, короче, сломалась. В итоге они даже гонку не закончили, но они все равно выиграли. Потому что больше никого не было в их классе. Их класс была четырехместная машина. Там есть двухместная, одноместная. Она просто одна ездила на эту. В этом классе, да, на тот чемпионат, в тот год, приехала одна-единственная наша машина в Соларе. А почему они ездили? В смысле, только они ехали? Да. То есть они выиграли бяло место? И в итоге даже они не доехали до финиша, но они все равно выиграли. Потому что они были одни-единственные. А что с Марией случилось? Как она сломалась? Ну смотри, попробуйте построить, например, из Лего машину без рессоров. И попробуйте... Какой рессор? Рессоры, смотрите, сегодня, когда пойдете садиться ехать домой, спросите маму и папу про рессоры. Извините, какая-то очень странная машина получилась. Это эти ямки. Смотрите, вот здесь находятся такие большие пружины. Вот когда машина приедет с вами за вами, наклонитесь за нее под эту штуку, посмотрите. И выйдет там такая большая спиралька к колесу. Это называется рессор. Они все здесь. Если вы посмотрите на это сверху, как выглядит машина, да? Вот здесь колеса. Ой, колеса у нас так стоят. Что такое, что за метод? Вот так стоят колеса. Раз. То, если вы зацепите все очень жестко, то есть, например, если бы взяли вот эту доску и прицепили к ней четыре колеса и пустили бы с горки, как бы она ехала? Тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру, да? То есть у нее нет рессоров. Это значит, что нет вот этих пружинок, чтобы она компенсировалась. А если вы возьмете эту доску, прицепите сюда четыре колеса, но не на палочке поставите колеса, чтобы они, да, как на телеге держались, а через пружинку. То есть в итоге, например, машина едет по... Амортиза? Да, амортизаторы такие. Она будет ехать по какой-то поверхности. Здесь, например, оказывается колдобина. И это колесо самортизирует. Она, ну, подожмется, и в итоге машина будет дальше ровно продолжать езду. То есть у них что-то случилось. И вот эта вот система, которая держит колеса, но, конечно, в машине колеса держатся таким образом. Два колеса между собой. И вот они, вот такая трубка здесь. И еще и рессоры, то есть амортизаторы. Есть на колесах, есть здесь, и есть даже здесь посерединке. То есть это не палка, а она тоже соединена. Это все для того, чтобы, например, в итоге машина, когда она стоит, она может, грубо говоря, делать вот так вот немножко. Она вот так чуть-чуть может ехать по горке, вы можете переехать и так далее. Это из-за того, что оно не сильно жестко. Так вот, что-то они там напутали. И что-то вот именно в этой системе было не так. И в итоге на вот этих не очень хорошей ухабистой дороге машина повредилась. В итоге они построили новую, да, через два года. И они теперь пытаются, ну, будут... Машина может ездить. Средняя скорость машины должна быть 90 км в час. Это правда. Сколько соревнований проходят на шоссе? Но максимально... 140 где-то. А сколько времени могут со средней скоростью ехать? Планируется тысяча километров. Раз это соревнования, кто у вас водитель? У нас есть кандидаты на водителей. По регламенту соревнований водителей, как минимум, если не ошибаюсь, должно быть два. А зачем это дыра в машине? Воздушный тоннель создан для того, чтобы уменьшить аэродемическое сопротивление воздуха на машине. И уменьшить количество энергии, потребляемое мотором, для того, чтобы машина продолжала ехать. Она выглядит так странно. Вы что-то брали за основу для машины? Да, мы брали за основу некоторые дизайны, которые использовали команды из прошлых годов. Мы участвуем в этом соревновании как класс круизер. Мы должны быть похожи больше на обычные машины, которые ездят по городу. Мы делаем все для того, чтобы эта машина проехала как можно дольше, при этом потратила как можно меньше энергии. Вопрос. Эта машина после соревнований будет в Эстонии ездить? Я надеюсь, да. У родительных машин внутри каркас. У этой машины есть каркас? Да, есть каркас. Наша машина достаточно безопасна, как минимум потому, что у нее нет мотора спереди. Почему именно на солнечную батарею выбрали, раз она будет когда-то ездить в Эстонию? Изначально. Все это делается ради того, чтобы участвовать в соревнованиях. В солнечной стране. Вот. То есть, видите, и эта вся команда Solaright, они не получают зарплаты. Это студенты, которые входят в то, чтобы... Убери, пожалуйста, телефон. Входят в то, чтобы чему-то научиться, например, узнать, как устроена машина, как работают солнечные батареи, как вообще происходят международные соревнования. Они участвуют в этой программе. То есть, это как такой кусок обучения. То есть, представьте себе, если бы вы учились в школе и, например, изучали, не знаю, химию, на примере того, как производятся йогурты. Потому что это химия. Ну, в смысле того, что там нужно знать химические законы, как происходит ферментация. То есть, вместо того, чтобы вам просто кто-то из учебников говорил, вот это бактерии, вот это лактоза, вот там еще что-то, вы бы прям садились бы около молока, начинали бы создавать йогурты, например. Как вы думаете, вы бы чему-то больше научились или меньше? Нет, ничему. Ничему бы не научились? Ну, очень-очему, да. Хорошо. Как вы думаете, помимо солнечной батареи, давайте представим, через лет пять, на каких бы вы машинах хотели бы ездить? На машине, которые летают над землей, чтобы на горках они не скакали. И можно было бы развивать скорость больше, чем на обычном шоссе. А кто бы хотел строить машину? Я не хочу строить, но я хочу разбираться в этом. Мне более интересно, как это все устроено, чем делать это. Класс. А кто еще, кто бы боялся, что, например, вот вы идете, и над вами пролетает машина? Ой, ну это как бы страшно в том смысле, то, что если оно уходило. А кто, кто умеет управлять дронами? Ой, я учился, но потом решил, что... Мы тут с Даником, у нас от школы мы ходили. Мой брат умел сальто на дроне с камерой. У меня упав из дронов. Раньше умел, он сделал сальто на дроне. Назад. Вы на соревнованиях участвовали, да? Здесь. Классно. В роботексе или в каких-то летних? В роботексе. Классно. Я же опять экран выключил. Залил и выключил. Пускай. А там уже только то, что... Что случается еще в кино, конечно же. Сейчас. Это вы понимаете, что здесь... Так, да, тра-ля-ля, ну где он там? Мама. А почему вы компьютерами пользуетесь? Уже есть. Что-что? Компьютер же есть. Можешь пойти в ближайший. Поняла. Вы пользуетесь лаптопом и никому? Да, своим. Потому что мне удобнее своим. Я подумала, что если у вас будут дополнительные вопросы, у меня очень много материала в моем собственном компьютере. Я бы вам с удовольствием показала. Но так как у вас вопросов особо не возникает, то мне приходится вам, ну... Рассказывать. То есть, и вот смотрите, что мы делали. ...машинку от солнечной батареи. Для этого мне нужна солнечная батарея. Вы знаете, если в трехпетической машинке... Я думаю, я готов. У них тоже... С ним надо быть очень осторонним, так как он очень горячий. Теперь я открываю. Две первых штуки открываю. Это солнечная батарея. Мы вот тут склеивали, лепили и пытались сделать эти батареи. То есть, кто из вас дома что-нибудь такое вот переделывал и устраивал... Видите, то есть, это обычная машинка, которая получилась в машине, она перестроена. Этой машинке нужно всего лишь 7.2 вольта. А у нас тут... Тебе нравится, как пахнет, когда паяют? Здесь нам нужен вот этот модуль. Он будет ограничивать вольты. Теперь мне надо присоединять. Потому что вы не паяли, как пахнет. Теперь... Ну, нормально же пахнет, что-то... Оно пахнет олифой. Оно пахнет олифой. Это одна штука, которая... Олифи ужасно. Когда ты дерево делаешь, что-то... Ой, да. Очень важно. А сейчас я проверю, будет ли она работать только от солнечной батареи? Почему? Потому что я очень много по работе говорила на эстонском и на английском, да. И у меня... Да, да, я не знаю, почему она не работает. Потому что нету солнца. На самом деле, что случилось? Это никто не узнает. Но пока мы пробовали, в этот момент мы неправильно подключили... Вообще нет, лампочка не горит. Мы неправильно подключили бы эти батарейки. На самом деле, короче, мы неправильно подключили там вокруг 3 большую батарею накопительную. И мы сожгли часть так называемого мозга в этой машине. В итоге там было без разницы, сколько этого света. С нами с солнечной батареей работали. Мы не подчинили машинку, взяли аккумулятор и поставили новый пульт. Где можно на ней кататься? На самом деле, мы просто отремонтировали машину, поэтому, как видите, мы снимали где-то через 2 недели. Потому что, иначе, она не работала. Мы сожгли ее, как бы, внутри, когда было время экспериментов. Ура, у меня получилось. Я настоящий герой. Процессорный. Вы же хотите быть таким же, как я, берите свои машинки, улучшайте их. Ну, а если вам понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, а я пошел. В общем, перейдите. Как-то так. Ой, здрасте. Ну, не настоящий, вот вы спрашивали, кто что делает. Вот Ярослав, тот, который это все монтировал. Наталья Мачинена писала сценарий. Смотрите, это много людей. А? Это Наталья Мачинена, это кто? Это наш, она сценарий писала. А директор Кристина, это директор, это вы? Нет, я была продюсером. Вот это главный. Смотрите, в кино, я говорила, если на этого плюс, это главный редактор, самый главный, то в любом кино, в любом телевидении это продюсер. Тот, который находит деньги, собирает всю команду. А директор, там не бывает директора. А почему там кнопочки с блестящим джойстиком, ну, квадрат, крестик? Директора, погодите. А продюсеры больше всего зарабатывают? Теперь вот так, ну, к нам здесь. А продюсеры больше всего зарабатывают? А-а-а-а... А-а-а-а... А-а-а... Вы все фанталеры зарплаты? Александр... Технолик, Сей... Вот Виктор. Виктор. Что? Кто такой брат Технолика? Кто Алексей? Брат Технолика, это Алекс. Кто же мой друг, который пришел помогать и занимался в этом телевидении? Леша, ты не знаешь. То есть, смотрите, если вы помогаете что-то своим друзьям, у вас есть возможность сделать что-то большое. Вы можете сделать... Ребята... Можно, девушки, что, если еще есть 2 минуты, а то все отвлекаются? Смотрите, если вы, как говорится, один, когда вы делаете что-то сам по себе, вы можете, может быть, сделать что-то быстро. Если вы хотите что-то сделать большое, всегда пытайтесь делаться со своими друзьями. Вы можете начать делать, например, телепередачу. Она ведет на большом ЭТВ+. То есть, если... Я точно не знаю, но если вы посмотрите в телепрограмме, она там... Они ее пускают, она по кругу идет. Идет все 4 сезона. Все. Потому что больше никто такого ничего не сделал в Эстонии, особенно на русском языке. Никто больше не рассказывает ни про болт, ни про... А у вас сказано про болт? Да. А про болт? Про болт нет. А про туль? Про туль тоже я не рассказывала, потому что, когда мы договаривались, мы решили... Выбор пал на болт. Выбор пал на болт. То, что болт был больше в тот момент, намного больше. И я рассказывала про них. То есть, мы там... Про фути? Нет, про такое я не рассказывала. Я рассказывала про то, как делаются, например, мороженое ламу. Есть передача. Есть про то, как делаются вообще всякие продукты у нас в Эстонии. Какие самые новшества. То есть, где есть технологии? В фути нет технологии. А где есть какое-то изобретение? Да, и... И, как видите, как, например, большой проект Solaright. Там люди даже не получают зарплату. А вы про электросамокаты рассказываете? Конечно же. Конечно, рассказываю про электросамокаты. Про электровелики, про электроскейты. Про электроскейт есть. И про велики. Про велик нет. Ну, вы же, если уже про электросамокаты и про электроскейт есть, что там еще про велики рассказать? Одно и та же технология. В обычную аналоговую систему запихана батарейка. Ничего, ничего, что... Я видела то, что в электросамокате у нас два дома. У нас один сломался, его разобирал Павел. Друзья, спасибо вам большое. Если у вас есть вопросы, задавайте. У нас есть еще, кажется, одна минутка, прежде чем вы пойдете с бывшим президентом общаться. Мы очень хотели вас поблагодарить. У нас есть подарок для вас, поэтому давайте походим Яне, поблагодарим ее. Это вам. Спасибо большое, что пришли. Спасибо, что поделились. Давайте поставим эти самые на место. Спасибо.